Теперь несколько слов о конкурентах Википедии по-русски. И я, прежде всего, назову, конечно, «Куркаморья». Ну, такая съемная, филижанская, неполекарная диспопедия, непоследовательная. Ну, присутствующая здесь, наверное, лучше не знаю эту историю, но она автор «Куркаморья». Откололись в 2007 году от Википедии. И сейчас довольно злобно с ней конкурирую. Но вот эта фраза, мне кажется, очень важна для понимания различий. Она на первой странице в Вакаморье встречается. В отличие от Википедии. Ну, не ставят своей целью написать обо всем на свете сразу, но по-моему, это симфичный критерий, значительный инстинкопедичный. Само получается. Ну, само получается, это, понимаете, задор и кураж. А в Вакаморье не всегда получается, конечно. Но вот эта идея, что в Вакаморье есть своя ниша, и эту нишу Вакаморье занимает, мне кажется, очень важна. Некую информацию об интернете в Вакаморье можно получить, а в Викторе нет, потому что она значимая и инстинкопедичная. То есть, в Вакаморье, как мне кажется, более четко осознает свои возможности и свои задачи. Конечно, в целом информативности это не сравнимая вещь. Я говорю, что об очень русской области интернет-факлёра. Но вот задача регулярности и обхвата не ставится, в принципе. Лучше написать хорошо и интересно, потому что знаешь, чем, как покупает в Вакаморье традиционную инстинкопедию. Сначала составляется словом, дальше он отставляется, и, так говоря, последовательно прошло. Кроме Вакамора, действительно, отчетки вторичны, потому что в Вакаморье служила знаменитая инстинкопедия «Драматика», тоже некорректная, благодаря этому из-за этого приезжающиеся на сайт, сайты закрываются и так далее. Но, действительно, в некотором смысле наш интернет-факлёра вторичен, и получается, что инстинкопедия тоже отчетки вторичны. Тут я замечу, как и есть, потому что в Вакаморье будет создать особого языка, наоборот, с самонадеянной и неоправданной, но, тем не менее, это в Вакаморье. Удивные инстинкопедии, их очень много, и я не буду перечитать, все могут выделить одну именно из-за этой задачи. Здесь уже нет такого сгёбанья удержанного, нету кулинарства, как в Вакаморье, но это меньше, инстинкопедия, наверное, моложе 2009 года, там немного статей, но, тем не менее, там как раз речь идёт о полноте информации и объективности в узкой области. И вот эта область в виде реальность, о которой, я говорю, описывать, на мой взгляд, вполне корректно и хорошо. Это маленькая инстинкопедия, но она довольно полноте с соответствующего. Есть другие инстинкопедии с педологически на ориентированной и так далее, я считаю, что, ребята, сейчас говорят, как это не будет. Ну, вот, это завершение того, что я сказал. Это перспектива. Начну с дворец, дворец, дворец и так далее. Мне кажется, очень важны, ну, нет двух направлений, да, между ними, ну, есть некое поле. Это не дискретное, но это вовкоюсь. Первое. Когда мы имеем дело со множеством словарей, создающихся независимых друг от друга, это словари разных типов, словари разных издателей, словари разных авторов, и существуют, там, не знаю, как они используются, как говорят, агрегаты, или это ещё как-то, и существуют сайты, которые объединяют какое-то количество из этих словарей, ну, например, огняных словарей, или грамотных, просто я цитировал, и дают нам возможность использования сразу нескольких словарёв. Второй способ. Да, этот способ совершенно реальный, мы его видим, он представлен довольно хорошо. Его недостатки тоже очевидны, потому что каждый из этих словарей, как правило, не ориентируя на интернет, это обычные бумажные словари, которые выложены в интернете, и, соответственно, по ним идёт польза. Второе направление почти не разумеется, тем не менее, мне кажется, что именно оно могло стать основой, и, отчасти, в этом направлении идёт общего свидетельства, хотя, конечно, не декларировано. Это создание некоего единого универсального словаря, который бы охватывал весь язык, но при этом был бы в наговору. То есть не надо выдавать статью о компьютере, как я показал, многостраничную, пользователь, который хочет увидеть, что значит компьютер, или как написать это слово. Но ведь интернет позволяет нам не экономить на информацию, не экономить знаки, и, соответственно, можно было бы представить некие единые слова, которые выдают сначала минимальные законы, и, соответственно, если пользователь хочет узнать какую-то дополнительную информацию, как кемологию, дату появления слова, родственного этого слова и так далее, он мог бы это сделать, но это не усиливается, нажатием одной кнопки, а нажатием ещё одной и две кнопки. И надо сказать, что похоже, что в обществе, нашем ли, в другом ли обществе, есть тяга именно к такому единому словарю, потому что вот этот феномен Википедии, поскольку Википедия сегодня будет человеком, статистически, как правило, занимает первое место, то Википедии пользуются чаще, чем, скажем, Британикой, и потому что она всегда лучше, а именно потому, что проще, наверное, за одну кнопку и выйти вперёд. И вот мне кажется, что для энцикографов, описывающих любой язык, в том числе русский, создание единого словаря, которого мы могли бы сделать самым авторитетным, было очень-очень важным. И дело-то было понятным властным профессионалам. Что касается энциклопедий, то, естественно, у меня нет такого целесного решения, вот несколько логический перебор на возможности, как он будет делать с энциклопедией в интернете, ну, традиционный путь авторы и редакторы-профессионалы, но опять кажется, что надо отказаться от идеи бумагной энциклопедии, а даже, не даже, если делают её профессионалы, всё равно ориентироваться на интернет. То есть вот эта идея многоуровневности информации, краткая статья, дополнительная информация, возможно, ещё какое-то расширение, для интернет-эциклопедии, это случайно важный. Второй вариант авторы-профессионалы, но без редакторы. Такое тоже возможно в нашем современном мире, то есть экономия такого рода, но не думаю, что это правильный путь. То есть просто авторские статьи, и с такими вещами мы тоже сталкиваемся, когда книгу пишут известные, престижные, авторитетные авторы, и фактически они выходят для доктора. Кстати, если мы сравниваем с энциклопедиями до интернета, то, собственно, российские и советские энциклопедии имеют всегда строжайшую доктору и скоробращающий формат, причём они не примутся с другой идеологией. А западные, скорее, мы хотели к этому моменту статья. Что лучше, трудно сказать, потому что преимущество есть и того, и другого. Следующий, автор-любитель и редактор-профессионал. Вот этот пока не используется, хотя, мне кажется, это может на самых перспективных путей, когда используют аналогиевые панели, но всё-таки редактируются они на профессиональном уровне. Ну и последний, вот наиболее, в Танине сегодня, хорошо, что он есть, но в этом не очень много, это автор-редактор-любитель. Причём варианты тоже разные, но сегодня я вам напомню о таком типичном веке, и пути идей, скажем, пути ровно-любительщины, и городского слоя, которые не снова различаются. Ну, в заключении есть некий вопрос, потому что решает, конечно, дух общества, а не анемист, не кто-то сверху, власть. Но как пойдёт развитие в интернете, мне кажется, очень важно для формирования знаний человечества. Потому что, конечно, мы видим сегодня, что обученный пользователь тяготеет к использованию минимального количества новых. То есть, одно набор слова. В ход некие слова, в некую энциклопедию. И вот какой будет энциклопедия, какие будет энциклопедия, какие будет энциклопедия, очень важно. Спасибо.